А хорошо, наверное, сейчас на столичных улицах тепло и жарко. У нас тут и в студии немножечко прохладно, и на хоккейных полях тоже, в общем, не очень жарко с точки зрения температуры, но с точки зрения накала спортивного, наверное, дай бог, такую температуру выдержать каждому. Доброе утро, спортивные. Это программа «На своем поле». Меня зовут Наталья Шатова. Сегодня обсуждаем, как уже было сказано чуть ранее, хоккей. Телефон студии 6510996. Если вы хотите нам дозвониться, то милости просим телефон в вашем распоряжении. Можете зайти на сайт finam.fm и оставить свои комментарии и вопросы на страничке программы «На своем поле». Ну и, собственно, готовы представить моего коллегу. Мы уже, мне кажется, сработались неплохо. Спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе. Добрый день. Добрый день, Наташа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, а хоккей-то как хоккей, да. Я хочу поделиться своим впечатлением от фильма «Легенда номер 17». Я к своему спортивному стыду побывала только на майских праздниках. Вот он уже шел, наверное, две недели, добралась до кинотеатра, получила неимоверное удовольствие. Конечно, есть какие-то спорные моменты. Это точно не автобиография, это рассуждение на тему. Но очень здорово показано, вот лично для меня сейчас эта тема очень актуальна, как наши бились, насколько велик и насколько страстен был лед в тот момент, когда играли суперсерию. И мне очень жаль, что я этого не видела вживую, что называется. Спасибо, что показали, как это было на самом деле. Я не знаю, видели ли вы. Наверняка же были свидетелем вот этих великолепных матчей. Не только видел, но и помню буквально вот, что называется, в деталях, несмотря на то, что мне там было 13 лет, хотя 13 лет уже серьезный возраст, для того, чтобы такие впечатления откладывать в ящик. Я вам хочу сказать, что не вы одна так поздно посмотрели «Легенду номер 17». Я это сделал преднамеренно. Я затянул паузу для того, чтобы, знаете, выпасть из этого общего хора восторженных рецензий. Нужно было, что называется, переждать. Почему? Потому что для меня Харламов — это не просто «Легенда номер 17», это бог. Бог, самый настоящий хоккейный бог, выше которого для меня никого нет. И, с другой стороны, его уход из жизни — это была такая трагедия, которая повергла в транс всех болельщиков ЦСКА, Динамо, Спартака, Крыльев Советов. Не имеет значения. Это была личность номер один в нашем хоккее. Опять-таки, на мой такой субъективный взгляд. И поэтому вот эта пауза и была мною сделана. И я хочу сразу сказать, что, конечно, к этому фильму надо отнестись с двух позиций, что ли. Подходить к его оценке. Если мы хотим чистого историзма, те, кто знает жизнь Харламова, те, кто знает историю советского хоккея, те, конечно, найдут к чему придраться. Те, кто хочет просто увидеть классную картину, ребята, вы ничего не потеряете. Даже если вы еще не смотрели этот фильм. Потому что, действительно, фильм убойный. Фильм. Я не видел ни одного равнодушного лица. Вот после выхода, значит, сеанса. Ну, глаза горели у людей. То есть вот в плане такого, знаете, патриотизма, который действительно нужен на сегодняшний момент, ну, есть о чем поговорить и вот чем восхититься. Но, с другой стороны, опять-таки, вот если мы делаем такое суперкино, да, о спорте, а потому что фильмов о спорте у нас в последнее время, ну, практически не было. Но это, наверное, первый российский фильм такого хорошего качества, высокого... Да, да, несомненно. Несомненно. Высочайшего уровня. Вот по режиссуре, там, по операторской работе, по спецэффектам и прочее, прочее, прочее. По актерской гениальный совершенно Меншиков, хотя... И чудесный Данила Козловский. Мне он очень понравился. Да, да, я согласен. Но у Меншикова больше драмы в роли. Но, говорят, он действительно похож даже внешне на Тарасова. Нет, внешне не похож совсем, внешне не похож совсем, но когда я слышал его нотки... Тарасовские. ...в голосе, я слышал Тарасовские нотки, честно вам скажу. Потому что Тарасов, он ведь был не просто блестящий тренер, да, но он был потрясающий психолог и интриган в плане создания психологической и педагогической ситуации вообще вот в команде. Он мог эту ситуацию создать, заставить игрока поверить в то, что он виноват. И после этого игрок относился к Тарасову уже, знаете, как вот я виноват, тренер, да, ты был прав. Это мне рассказывали многие, очень многие ветераны ЦСКА о том, что он мог создать вот такую конфликтную... Он был мастером конфликта. И это работало на его педагогику совершенно гениально. Вот, но вы понимаете, я что хочу сказать, если ты замахиваешься на, конечно, суперфильм, ну, есть какие-то мелочи, которые, вот, люди, которые придут в кинозал и которые знают историю, это огорчительно будет для них. Ну, вот, например, не может Борис Михайлов в форме ЦСКА выскакивать на лед под тринадцатым номером. Такие детали, которые известны. Понимаете, ну, это вот как Штирлиц из пистолета Макаров будет стрелять. Согласна. Он под седьмым номером играл всю жизнь в ЦСКА, понимаете? Это да, да, это даже знают те, кто играл позже или кто смогли играть позже, да, согласна. Конечно, конечно. И вот, на мой взгляд, еще два момента, непрописанные такой... Ну, это, опять-таки, вопросы такого, может быть, чисто, как бы, так сказать, местного значения кому-то покажутся. Но для тех, кто знает историю хоккея, это совсем не так. Очень так вяло прописан образ Аркадия Ивановича Чернышева. А не будем забывать, что все-таки Аркадий Иванович был главным, первым тренером сборной. Сборной, не ЦСКА, сборной. Вот. А Анатолий Владимирович Тарасов был вторым. И потом, все-таки, знаете, еще один момент из этой же вот категории. Всеволод Михайлович Бобров возглавлял нашу сборную на этой суперсерии. И его образ остался каким-то таким затуманенно-вялым. Ну, первые два самых главных, да, конечно. И еще момент, о котором не могу сказать. Наташа, вы обратили внимание, в какой возрастной категории идет фильм? Нет, нет. Шесть плюс. Шесть плюс? Да. Что делают в кадре голые женщины? А что делает в кадре голая спина Данила Козловского с таким прессом, с рельефом? Ну, да, в общем. Ну, вы понимаете, да? Если мы говорим о некой строгости, да, там чуть ли не вырезаем кадры с тем, как волк курит вну, погоди. Согласна. Пардон, ребята, категория плюс шесть. Какие голые бабы в кадре? Да еще с таким откровенным сюжетным наполнением. А знаете, отвлекаясь немножко от эротического направления, для меня было достаточно странное. Мне кажется, что Харламов себе такого позволить не мог. Я, может быть, ошибаюсь, когда они со своим товарищем ползут по тросу над пропастью между двумя башнями, и он у него пытается выспросить, хочешь ли ты стать чемпионом. Помните эпизод в самом начале фильма, когда они в своем Чебуркуле пытаются стать? Да, помню, конечно, в Чебуркуле они были с Александром Владимировичем Гусевым. Ну. Да. Я не знаю ничего о подобного рода эпизодах из его жизни. Как-то это грелущина такая, мне кажется. Ну, может быть, может быть, это такой американизм, такой, знаете, вот Брюс Уиллис такой, который сейчас спасет весь мир там после этого. Не знаю, я вполне допускаю, что сценарист имеет право на подобного рода фантазию, фантазию, которая должна усилить образ. Ну, я не кинокритик, поэтому в данном случае просто высказываю свою точку зрения. Харламов был, конечно, парень удаль. Он был рубаха на все сто. Знаете, ему принадлежит гениальная фраза. Я даже в бассейне тренируясь должен потеть. Неплохо. Но это человек, который действительно выходит на лед и ночью играть, ради того, чтобы стать чемпионом. Вот я возвращаюсь к изначальному нашему посылу. Вот та страсть, тот накал, то желание играть за сборную и выигрывать, они присущи тем советским хоккеистам. Вот фильм это очень ярко показал. Вы считаете, что это свойство и качество присущи нынешней российской сборной? Вот сейчас идет чемпионат мира. Турнир значимый. Да, у нас там есть варианты Кубок Стэнли, НХЛ, там Олимпийские игры. Но, тем не менее, это очень значимый турнир. Наташ, стал значимым, слава Богу. Стал значимым, потому что мы можем говорить о том, что действительно, наверное, вот эти тенденции, на которые вы сейчас указали, они присутствовали. Для многих были такие моменты, мы знаем об этом. Не будем сейчас уточнять, тыкать пальцами в нос кому-то. Были такие моменты. Но, наверное, мы так долго копили вот этот негатив, что мы никто. Мы все время даже не вторые. Мы не знаем о какие на протяжении 15 лет. И когда вот эта победа 2008 года произошла, осознание того, что, оказывается, тебя могут носить на руках для многих спортсменов, для многих хоккеистов стало чрезвычайно значимой. И сегодня я знаю просто людей, которые не попадали в последний момент в сборную, и я знаю их переживания. То есть на сегодняшний момент попасть или не попасть в сборную, ну, наверное, надо быть человеком вообще без моральных принципов, но спорт все-таки таких не держит на коротком поводке. Эти люди сами проходят вот этот вот отсев селекционный. Но они туда и не попадают. Они в большинстве случаев не попадают. Но к этому вопросу хочу, вот мы об этом поговорим обязательно в следующей программе. Комментарии прям вот зачитать дословные Сергея Бобровского, одного из лучших голкиперов, играющих в НХЛ. Человек, который чуть ли не каждый день становился звездой дня. Он говорит, мне очень обидно, мне очень жаль. Я очень хотел попасть в сборную. Вот о чем мы и говорим. Ну, мы поговорим обязательно об этом, потому что для меня его не попадание, не приглашение Беллидиновым-Бобровского стало большим откровением. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение, как вы считаете, почему это произошло. Может быть, это какие-то личные неприязни. Не знаю, послушаем. Я напомню, у нас в гостях мой коллега, спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе. Мы обсуждаем сегодня наши хоккейные перипетии и говорим о том, сможет ли когда-то российский хоккей иметь такую же страсть, какая была у советского. Ну, а пока буквально двухминутный перерыв. Возвращаемся в студию. Сегодня говорим о хоккее. У нас продолжается в Финляндии и Швеции чемпионат мира. И накануне стало известно, что нашим соперником по четвертьфиналу станет сборная США. Мы обыграли ее на групповом этапе весьма с приличным счетом 5-3. Ну, собственно, многие говорят о том, что Америка не привезла своих лучших хоккеистов. Они сейчас в основном играют в финальной части Кубка Стэнли. Но, тем не менее, будем надеяться, что мы и в этой стадии покорим американцев. Давайте поговорим про состав нашей команды. Мы с вами затронули. Напомню только единственное, что у нас в гостях Григорий Твалтвадзе, спортивный комментатор и большой знаток хоккея. Поговорим о формировании нашей сборной. Заговорили про Сергея Бобровского, которого Зинитулабель Лединов не взял в сборную. На ваш взгляд, почему? Ну, наверное, этот вопрос в большей степени следует адресовать Зинителю Хайдаровичу. Понятно, но тем не менее. Самый простой ответ от меня, который можно было услышать. Но сложен выбор. Очень сложен выбор. Все-таки и Варламов, и Брызгалов, и Кошечкин, и Бобровский. А почему не Еременко? А Еременко совершенно тоже хорош. Еще плюс ко всему. Понимаете, как все-таки, зная то, что зная немножечко характер Беллидинова, зная его осторожность и в то же время умение принимать серьезные и непопулярные решения порой, они дают мне возможность, вот этот ответ таким немножечко, может быть, дипломатичным, что ли, сделать. Это вот конкретно тактический ход на данный момент. А в чем его тактика заключается? Бобровский лучший российский голкипер однозначно в НХЛ. А почему однозначно? Только потому, что он... Человек претендует на визину трофи. Да, согласен. Но мы же не рассматриваем конкретно, скажем, каждый матч, в котором он признавался лучшим игроком. Что за соперники и так далее, и так далее. Хорошо. Еременко человек, двукратный обладатель Кубка Гагарина. Согласен, согласен. А давайте вспомним, на каком психологическом и физическом фоне Еременко должен был приехать в сборную, отыграв тяжелейшую серию и действительно став лучшим. Мне кажется, что Зинатула Хайдарович абсолютно прав, дав возможность Саше прийти в себя, в чувства. Потому что... Ну, говорят же о каком-то личном конфликте между Беллидиновым и Еременко. По крайней мере, у Еременко какая-то обида так проскальзывала, как у Бобровского. Я не знаю. Я не могу сейчас вот там ворошить чье-то белье. Ну да, и не будем, это неправильно. Я не хочу об этом говорить. Беллидинов профессионал. Он в состоянии всегда перешагнуть через самое себя, через какие-то там личные отношения. И мы ведь с вами увидим совсем другую сборную к Олимпийским играм. Абсолютно другая будет сборная. По составу или по отдаче и по умению? И по составу. А вот то, что касается отдачи и умения, я бы сказал, что вот в этой игре, которую сейчас демонстрирует сборная России, есть один очень важный момент, на который обратил внимание Беллидинов после матча с финнами на последнем этапе Еврохоккей Тура. Мы медленно вкатываемся в игру. Вот что он сказал. Медленно вкатываемся в игру. А это результат опять-таки вот той селекции. Ну, если посчитать, сколько у нас хоккеистов прошло через отбор за четыре этапа Еврохоккей Тура. Я даже не беру период, который можно было бы захватить еще перед чемпионатом мира 2012 года. Ну, ни одна сборная вот так не обкатывала всех-всех-всех кандидатов. Да, конечно, для того же может быть Петрова, для того же может быть Зайцева и Кузнецова. Ну, Кузнецова не назовешь новичком сборной, но вот для многих ребят все-таки вот этот вот втягивающий момент, он присутствует. Я не знаю, готов ли Беллидинов пожертвовать чемпионатом мира ради олимпийских игр. А есть такое предположение? Ну, такое предположение у меня есть, но это, знаете, в качестве того, чтобы иметь такой отступной что ли маневр, да, вот чтобы... Потому что не хочется в это верить. Не хочется в это верить, зная его амбиции, зная его неумение проигрывать. Но в то же время он умеет признавать то, что он проигрывал. Мы с вами не обсуждали тему, как Беллидинов пришел в большой хоккей? Нет. Я вам расскажу эту историю. Мне ее поведал в свое время Александр Константинович Пашков. В середине 70-х, когда у «Динамо» выпало сразу несколько защитников, кто-то сказал Аркадию Ивановичу Чернышеву, Аркадий Иванович, а вот помните, у нас на сборы приезжал такой татарчонок, худенький, защитничек такой. Аркадий Иванович вынужден был сказать, да-да, вспомнил, давайте-ка его вернем. И привозит Беллидинова прямо из части. Он проходил службу во внутренних войсках. Привозит его из части. И вот Пашков говорит, заходит человек, на котором как на вешалке болтается шинель, у которого вот горят глаза, потому что он не понимает, куда он пришел, и как пестик в ступке шея. А идет обед, и мы, говорит, его посадили за стол, и все бросили есть, потому что никто никогда из нас не видел, чтобы человек так жадно поглощал пищу. Он был реально голоден в этой казарме. Он ел как автомат, не останавливаясь. И мы, говорит, стали ему подкладывать там свои котлеты, там компоты и так далее. А он, говорит, ел, ел, ел и не мог насытиться. И Чернышов посмотрел и сказал, будет толк, голодный парень. И он стал голодным и на льду, не только в столовке. Он голодный был на льду, и он голодный до побед, он голодный до хоккея до сих пор, он голодный до жизни. Вот, поэтому я бы не рискнул утверждать, что Беллидинов все-таки может этот чемпионат. Чемпионат, да, ради там большой перспективы. Все-таки это чемпионат мира. Мы только что с вами говорили о том, что у нас поменялось отношение к чемпионату. Это не проходной турнир. Да он и не был для нас никогда проходным. Мы просто на протяжении 15 лет Притупили, притупили в себе вот эту вот боль, знаете, такую, а мы вечно вторые, там, третий, четвертый, двенадцатый. Поэтому можно сделать его не таким важным. Да. Ну, возвращаясь к вопросу формирования команд. Вот достаточно спорное, тем не менее, утверждение пришло на наш сайт, на сайт Финам.фм, программ на своем поле. Есть люди, которые неповторимы. Из всех легко найти того, который затмевает всех в любом виде спорта. Харламов, Болт, Писториус, Яшин. Они были и есть легенды. Но они как-то нашлись же. Неужели сложно найти из 150 миллионов жителей России настоящего хоккеиста, который выиграет все матчи, которые принесет славу нашей сборной? Но мне кажется, что хоккей не выигрывает одним человеком. Ну, во-первых, да, конечно. Во-первых, не 150 миллионного. Начнем с этого. То есть, если так, вот этот автор письма должен быть одним из кандидатов в сборную. Да. Начнем с этого, да. Это очень легко говорить по поводу всех видов спорта. А что мы 11 человек не можем найти в этом... В футболе? Да, для футбола, понимаете ли? Не трогайте больное, не трогайте футбол. Да, а что для баскетбола не можем найти? Наводнили американцами там и сербами, и кем только не наводнили наш баскетбол. И там счастливы от того, что там третье место заняли. Да, это что, мы выиграли? Да нет, это третье место завоевали. Не, ну, ребят, ну, давайте будем честными. Это не основа сборной. Ну, кто там, раз-два из пятерки. Вот когда выходила пятерка, допустим, Каунацкого Жальгереса, но это был Советский Союз, да, мы знаем, что это были наши. Несмотря на то, что сегодня кому-то кажется, что это не наши, и они действительно там географически и политически не наши. Но, когда Киевская Динамо выигрывала, там, или Тбилисская Динамо выигрывала кубок кубков по футболу, это все равно были наши. И мы имели право этим гордиться. Ну, хорошо, в хоккее все наши. А в хоккее все наши. В хоккее все наши, только мы ждем почему-то инхайловцев. И все об этом говорят. А это наши? Наши. Это наши. Ну, они там. Ну, они там, да. Ну, так вот жизнь повернулась, к сожалению. Ну, сейчас все говорили накануне, да, о том, приедет ли Кулемин, или приедет ли Овечкин. Приедет Овечкин. Молимся на него, как на Бога? Нет. А что мы ждем от приезда Александра в стан сборной? Я просто хорошо знаю Сашу, и я могу сказать совершенно однозначно, что молиться на него не надо, но я при этом однозначно могу сказать, что он будет выкладываться до конца. Абсолютно. Это генетика. Это мама, папа, там, понимаете, это... Да на протяжении всего того времени, что мы видим, полгода назад буквально затерроризировали, замордовали меня там просьбами дать интервью, ай, что такое, ай, Овечкин, все, хана, закончился в НХЛ, не забивает, 3, 5, 10, 11 игр. Я говорю, ребят, да успокойтесь вы, ради Бога, успокойтесь. Вы что, считаете, что человек это машина, что ли, которая никогда не ломается, что это вечный спутник Земли, который работает там, потому что, потому что работает? Он доказал. Он доказал, доказал, что всем надавал по мордам, всем нашим пессимистам, которые чуть с ума не сошли от того, что Овечкин, понимаете ли, играл не так, как им показалось, на конкретном, на историческом этапе. Но ведь это самый лучший ответ, когда ты пришел и показал список лучших бомбардиров, а там твоя фамилия на первом месте. Все вопросы снимаются. Знаете, был такой момент, возвращаясь к началу нашей беседы, когда кто-то из канадцев по ходу первого матча в форуме в Монреале, врезал Харламову, Харламов упал, поднялся со льда и показал ему, ты на табло посмотри, вот там вот все, понимаешь, ты вот туда смотри. Поэтому результат действительно, он говорит за все. Ну, очень хочется, чтобы мы могли и американцам, и канадцам, и, прости господи, швейцарцам, которые сейчас прекрасную игру показывают, и даже сборной Франции показать на табло. Сказать, ребят, вот наш ответ вам. Но мы же пока так не можем. Ну, это трагедия, честно вам скажу. Я разговаривал как раз вот 10 мая. Я был в Сочи на голоматче ночной хоккейной лиги, и Виктор Иванович Шалимов говорит, никогда в жизни мы 9 мая не проигрывали. Ну, нет, проигрывали, к сожалению. Проигрывали, но просто не такой сборной, наверное. Ну, да, да. Не такой сборной. Но вот он отвечал за поколение 70-х, что называется. Да и я тоже не вспомню, чтобы 9 мая мы кому-то проигрывали. Но мы так или иначе закругляемся все время вокруг этой темы. Да, да, да. Поэтому я хочу сказать, что на самом деле это просто... 11.31 на наших часах. Мы сегодня обсуждаем чемпионат мира по хоккей. Он проходит в Финляндии и Швеции. Там сегодня выходной день, так что у нас есть возможность пообсуждать и, в общем, перемыть косточки всем и вся. В гостях у меня спортивный комментатор, наш коллега Григорий Твалтвадзе. Давайте с вами, коли мы уже заговорили, про досаднейшее поражение от сборной Франции. Вообще пройдемся по групповому этапу. Благо мы его завершили. Благо сейчас у нас есть время для того, чтобы прийти в себя и как-то, может быть, и психологически отдохнуть, и на физическом плане дать какой-то перерыв. Как вы вообще оцениваете то, что показала российская сборная на льду? — Нормально оцениваю. Нормально. Опять-таки, если забыть вот этот вот трагический матч с французами, знаете, как говорится, вот из ста шансов, если предоставить сборной Франции сыграть еще со сборной России, они во всех ста проиграют. Ну вот, как говорится, раз в жизни палка стреляет. Ну вот это произошло. Ну произошло... Ну надо забыть об этом, как о досадной какой-то неприятности. Мы и латышам проигрывали. Ну вспомните чемпионат мира 2000 года. Ну это ж позорище было вообще. А тогда играли. Состав напомнить? — А сейчас? — Нет, тогдашний состав напомнить. — Супер! Просто вообще лучше не было состава. Всех привезли. Всех, всех абсолютно привезли наших суперзвезд из НХЛ. Ну хорошо, давайте. Вот у нас была разгромная победа над Латвией. Вот мы здорово начали, все прекрасно провели. Чудесное спасибо Ковальчуку и Радулову. Потом Германия. 4-1. Тоже прекрасное. Блистал Ковальчук. — Стоп, стоп, стоп. Вот насчет 4-1. Счет 2-1 на самом деле, да? — Вы считаете, что они не были забиты? — Давайте начнем со счета 2-1. Ну, у меня есть сомнения по поводу того, что неправильно была защита, что незащитана была шайба. — Тем не менее, победа есть? — Победа есть, но просто 4-1 кажется в данном случае очень хорошим счетом. Немцы получили третью шайбу после того, как расстроены тем, что им не засчитали шайбу, которая могла сравнять. А потом в пустые ворота. Вот и получается, что вроде бы счет мог быть 2-2, а получился 4-1. — Но потом же случился провал? — Потом да. — Что произошло? Игроки все те же? — Игроки все те же, да. Сколько бы тренер не говорил, сколько бы тренер не рисовал на планшетке, сколько бы тренер не расставлял фишки, вы же сами знаете, что минутный перерыв в данном случае или разговор в раздевалке не всегда воплощаются в то, что есть на самом деле. Есть такой классический пример. Ну, не попади мяч в 70-м году на поле Ташкентского стадиона в кочку, ЦСКА не стал бы чемпионом страны в матче против московского «Динамо». Ну, попал мяч в кочку, перелетел через руку Пельгуя. Все, все, что бы ты не рисовал, все, что бы какие бы ты установки не давал, есть элемент случайности, есть элемент, ну, помните, был такой фильм совершенно потрясающий, я сейчас не могу вспомнить, как произошла трагедия на железной дороге, а там следственные группы, бригады ищут что-то одно, второе, третье, десятое, а все начинается с того, что у диспетчера, там, жена с утра устроила ему очередной скандал, и человек пришел... Шерша Ля Фам. Да. Нет, ну, в данном случае Шерша может быть все, что угодно, но просто причины могут быть совершенно удивительные и порой лежащие там, я не знаю, за пределами нашего такого спортивного, что ли, реала. Ну, смотрите, это не чемпионат города и даже не чемпионат области, это чемпионат мира, я не могу себе приехать и позволить думать о чем-то, кроме этого льда. Возвращаясь к нашему разговору, к легенде номер 17, приехал Харламов туда, весь травмированный, с кровью под коленкой, и все равно продолжал играть, а у нас раз и нет такого. А вы думаете, что у Харламова не было провальных матчей? Да было, конечно, наверное, к сожалению. Были, конечно. И с Харламовым, и Петровым, и Михайловым, и Якушевым, и Шадриным мы проигрывали сборной Польши, например, на чемпионате мира в Катавице, позорно проигрывали. 6-4. С ума сойти можно было. Страна поверить в это не могла. Полякам каким-то, которые вообще, ну кто это такие, вообще играть не умеют. Теперь с такими же эмоциями мы можем сказать французам каким-то, у которых два хоккейных катка. Конечно, конечно, а когда студентам американским проиграли на Олимпиаде 80-го года. В общем, вы можете оправдать кое-как. Я не собираюсь никого оправдывать или же кого-то осуждать. Я просто хочу сказать, что это спорт, и к этому надо относиться немножечко-немножечко философски. Все-таки. Пригвоздить проще всего. Проще всего. Ну, давайте себя поставим на место. Ну, каждый из нас занимается своей работой. Так что у нас не бывает ошибок, не бывает ляпов, не бывает глупостей каких-то, провалов. Все бывает. Да, к этому надо стремиться, чтобы этого не было. Но это жизнь. Хорошо. Чего мы ждем от четвертьфинала, от Америки? Мы пройдем ее, вот по вашему разумению? Какие у нас есть... Хороший вопрос. Мы пройдем его. Я хочу услышать ваше мнение. Я не призываю вас быть оракулом, но тем не менее, какие вы можете найти плюсы в нашей игре и, может быть, за счет чего произойдет то или иное событие, или победа, или поражение? Вы знаете, наверное, у каждого тренера существует конкретный план на конкретную игру, на конкретного соперника. И еще плюс ко всему, на конкретную стадию турнира. Так. Вот это очень такой важный момент. И я думаю, что весь наш тренерский штаб, проанализировав всю ту дорожку, которую прошли американцы. У меня тоже, знаете, вот вчера, наблюдая, допустим, за матчем американцев со словаками, тоже возникло ощущение. Да, словаки молодцы, сразу там повели 3-0, забросили хорошие шайбы, и розыгрыш там, и большинства был. Ну, все нормально было. Ну, что-то у меня вот такое подозрение закралось, что все-таки, знаете, иногда хитрят тренеры, не то чтобы, говоря своим, там, давай проиграем, но какие-то тактические все-таки расклады существуют. Я не думаю, что американцы очень хотели выйти на сборную России, но то, что у них некий недонастрой присутствовал, вот я как бы для себя немного так подметил какими-то моментами. Хотя это была, наверное, вот такая же сборная США, которая так же яростно играла против нас. Ну, не яростно, а так хорошо, добротно играла против нас. Но вот как раз ярости-то я у американцев не увидел. А для них, в общем, это такой характерный момент. Но американцы, наверное, как мне кажется, вот то, как мы недооценивали чемпионат мира, потому что мы где-то там проигрывали и не становились первыми, для них чемпионат мира тоже идет, ну, на третьем, может быть, месте, может быть, даже ниже, потому что есть кубок Стэнли. Есть кубок Стэнли, ну и что? А если ты не попал в плей-офф кубка Стэнли? Ну, тогда, быть может, Олимпиада, и то, если в этот момент у тебя не будет кубка Стэнли. Ну, не знаю. Спорная ситуация, потому что для многих хоккеистов НХЛ-овских, которые вот все-таки варятся вот в этой современной, что ли, в этом современном котле взаимоотношений в хоккейном сообществе, все-таки чемпионат мира есть чемпионат мира. Тогда почему такую команду они привезли, американцы? А это проблема американцев. Это проблема не игроков, а менеджеров. Согласна. Ну, значит, это свидетельствует о том, что они относятся к этому чемпионату. Но не хоккеисты, которые приехали. Нет, конечно, да. Относится тренерский штаб, относится руководство федерации, которые решили, что для них... Ну, не федерации, а менеджеров. Да. Может быть, может быть. Влезть в голову американца, это, наверное, самое сложное, что может быть в мире. Если влезешь, то не поймешь все равно ничего. Завтра будут биться они как бобры, как говорят одни мои коллеги спортивные, или так вальяжненько будут раскатываться? Да, конечно, будут биться. Конечно, будут биться. Хотят в полуфинал? Естественно, хотят. А наши больше хотят, чем американцы в полуфинал? Мы хотим все, всегда, при любых обстоятельствах, при любых раскладах, какая бы у нас сборная ни была, на каком бы уровне она ни играла, хоть это мальчишки там десятилетние, мы все равно всегда хотим выиграть. Потому что хоккей — это наше все. Это наше все, да. Овечкин поможет? Выйдет, как вы считаете, завтра Саша на лед? Выпустит его? Не знаю. Все будет зависеть от состояния его. Но я никогда не забуду фразу, которую на чемпионате мира 2006 года сказали, что у него какое-то повреждение. Я смотрю, он перед игрой наматывает изоленту на клюшку, там что-то подпиливает, довольный такой в боевой форме. Я говорю, Саш, сказали, что у тебя травма, танки не ломаются. Он всегда приезжал в сборную, вне зависимости от своего состояния, от своей физики, что бы ни говорили журналисты. Есть слово «патриот». Вот Сашка Овечкин — это патриот. А вот чисто спортивный вопрос, который очень хочется, наверное, тоже адресовать Беллидинову, но адресую его вам. В каком звене он будет играть? Куда его Зинитула Хайдарович поставит? Дездаю. Поговорили. Однозначно дездаю. Видите, как он долгое время держал вот эти вот вакансии. Очень прилично сыграли и Кузнецов в последней игре. И все отметились заброшенными шаевами, там и Зайцев заброшен. Восемь, восемь, ребят. Восемь, но это при том, что первые два периода просто за волосы хохнули. Вот так, да, надо было закрыть глаза смотреть. Да, именно так. Один-один, два-два-два-три-три-четыре. Кто играл против нас? Кто это? Кто такие автрицы? Опять-таки, опять-таки, мы все-таки живем иногда какими-то воспоминаниями. Они прекрасны, эти воспоминания, но их нельзя переносить на нашу сегодняшнюю жизнь. Все развивается. Все абсолютно. Когда, знаете, там в 70-е годы, разве мог кто-нибудь сказать, что там африканские сборные по футболу могут составить какую-то серьезную конкуренцию, там, граждане, мандом мирового футбола? Кто мог сказать, там, в 80-е, там, что? Или даже в те же 70-е, кто мог сказать о том, что? Какие поляки, ребята? Кто такие? Вот мы так говорим и тем самым себя успокаиваем. А в Австрии, между тем, катков на душу населения. Больше, чем у нас супермаркетов. Супермаркетов, да. То же самое происходит, там, я не знаю, и на севере Италии, и в Швейцарии. Что вы хотите от Швейцарии? В Швейцарии каждая деревня имеет свой каток. И швейцарские команды... Ну, давайте вспомним, какой у нас самый популярный на сегодняшний момент клубный турнир в Европе. Мы все едем в Давос на кубок Шпенглера. Этот кубок в 70-е годы, на этот кубок у нас ездили команды, которые занимали там вторые, третьи, могли четвертые места. Ездили, и кубок Шпенглера, тогда он Спенглера назывался. Этот кубок Спенглера у нас был, знаете, как разминка такая. Ну, поехать, отовариться, походить по магазинам, отдохнуть. А сейчас кубок Шпенглера стал единственным и престижнейшим турниром. Там кто-то из наших проигрывает, там магнитка не смогла выиграть. Да как это так вообще? Да что это происходит? А они, понимаешь ли, эти швейцарцы, это Давос, вы посмотрите. А там не только Давос. Там и ЦУК, там и Амбрипиота, там много. Там и Клоттон, команды-то все на слуху. Теперь нам нужно говорить, нам поздно жить воспоминаниями? Нам нужно уже перестраиваться на современный лад? Да нет, воспоминания, они прекрасные. К ним можно возвращаться. Их нельзя экстраполировать просто вот на будущее, потому что все меняется. Ну, вопрос о том, откуда у нас берутся новые звезды и как они рождаются. А потом, Наташ, извините, сколько наших специалистов поработало в свое время в Финляндии, Швейцарии? Мы сами? Всех отправили. Сейчас вернемся к этой теме, у нас новости. Возвращаемся в студию. Время неумолимо летит. Уже 11.47. Буквально 13 минут на то, чтобы обсудить, есть ли у российской сборной такая же слава у хоккейной, как когда-то была у советской. И вот буквально сообщение сайта у Сергея Лукьянова. В отличие от сборной по футболу, наша хоккейная сборная вызывает лишь похвалу и уважение. Даже проигрыши горестные, но стимулирующие. Доверие растет, значит, заслуга есть. Чего вы решили, что нет у нее славы? Есть, Сергей. Мы абсолютно согласны с вами, что она есть, но хочется всегда больше, потому что мы к этому привыкли. Сергей, я аплодирую за это послание, но мы не говорили ничего о том, что нет славы. Мы говорим о том, что сможет ли когда-нибудь российская команда так же блистательно на льду играть и выступать, как делала эта советская сборная. Наташ, другие соперники были. Другие соперники. И все-таки, знаете, мы тех же финнов проходили всегда вот так вот от нечего. Финны вообще были не соперниками для сборной. Ну, а теперь смотрите, и финны, и словаки для нас. А швейцарцы какую сенсацию устроили на этом чемпионате. Я поэтому и говорю, что идет общий уровень выравнивания. Ну, наверное, это и хорошо. И смотреть интересно. Когда ты приезжаешь и заведомо знаешь, что ты сборную, ну, например, Латвии разгромишь, то и смотреть, в общем, так в полглаза. Ты ждешь, вот как болельщик, ждешь следующего матча, где будет действительно достойно соперник, где ради поединка там Россия-Канада можно встать в половину четвертого. Может быть, мы поэтому и проиграли французам, что некоторые просто допустили такую, знаете, поблажечку себе дали. Есть вот еще сообщение от Ивана, видимо, задело его наше рассуждение про Зинитулу Беллидинова. Он прямо как Кимми Райканин в хоккее, айсмен, эмоций нет совсем. Выигрываем, проигрываем, неважно. Это хорошо или плохо? Это нормально, потому что каждый человек — это отдельно взятый характер, отдельно взятая личность. Ну, понимаете как, ну, будет у нас тренером, допустим, Милоша Ржига. Он теперь Борисе. Ну, понятно. Значит, у нас будет совсем другая картина. Ну, вспомните, и Быков себя вел тоже очень сдержанно. Мне кажется, что... Быков и хоккеист был сдержанный. Очень такой он прямо... Он был весь в себе, всегда. Человек, который настроил себя вот на такую манеру поведения на площадке. Вот. Смотрите, у нас есть Николай Карполь. Когда он возглавлял советскую сборную, его нелицеприятные высказания в адресе девчонок были слышны даже через километр, благодаря камерам. Поэтому есть и такие игры. Есть, конечно. Знаете, когда к нам приехал Хану Йортика, финские журналисты, знаете, что писали? Они говорили о том, что ну, теперь его вопли будут слышны на китайской границе. Потому что он так себя зарекомендовал в Финляндии. Ну, вот. Ну, опять-таки, это темперамент. Да, конечно, конечно. Знаете, тему, которую мне бы очень хотелось с вами затронуть. Мы говорим о славе российской сборной, но она не вырастает ниоткуда. Она начинается с юношей, она начинается с юниоров. По этому поводу давайте с вами вспомним чемпионат мира, который в Сочи состоялся как раз среди молодого подрастающего поколения. Четвертое место. Это наш предел? Ну, нельзя так говорить. Все-таки давайте исходить из того, что это был первый турнир для тренера. Игорь Кравчук. Да, Игорь Кравчук. Человек удивительный человек, великолепный хоккеист. Вот, но он рисковал в какой-то степени, возглавляя сборную, вот, сразу взяв сборную, да. Потому что быть великолепным хоккеистом и быть великолепным тренером... Это редко кому удается. Это редко кому удается. Согласна. Тот же Николай Васильевич Карполь, как мы помним, с вами учитель математики. Да. Который совершенно случайно стал тренером. Зато каким. Зато каким, да. Согласна. И таких примеров мы можем вспомнить, привести огромное количество. Ну, мало, мало, к сожалению, фактов, говорящих о обратном, о таком, когда великий игрок становится великим тренером. Хорошо. А по ребятам, которые играли, я знакома из этой команды только с вратарем, с Игорем Шестеркиным. Замечательный парень. Мне кажется, у него очень большое будущее. Про остальных ничего не могу сказать. Вот, на ваш взгляд, спортивные, это парни, которые придут на смену и будут достойны смены нынешнему поколению? По одному турниру я бы не стал делать таких выводов. Не стал бы. Все-таки отличается система подготовки сборной. Ведь сборная – команда Соединенных Штатов, которые, как ни странно, проиграли. Почему, как ни странно, потому что четыре первенства к ряду, бум-бум-бум-бум, просто как пирожки из-под носа улетали. Другая система подготовки – это же сборная, которая существует постоянно. Она все время наигрывает. Она все время находится в турнирном таком драйве. У нее состав, если меняется, то там буквально два-три изменения, четыре по ходу сезона включаются какие-то новые игроки. У нас другая система подготовки. Американцы к этому подошли гораздо серьезнее. Гораздо серьезнее, потому что они вот эту сборную делают. Кстати, это вариант сборной США по волейболу 80-х годов, ведомую Керчем Кироем, потому что чемпионата США по волейболу не было. А была сборная, которая готовилась ко всем крупнейшим соревнованиям и рвала всех на части. Согласна. Это тот же вариант в Америке. Да. А у нас из клубов нахватали за последние. А у нас вот, да, быстренько-быстренько набрали. И молились на Нечушкина. Да, и молились на Нечушкина. А Нечушкин приехал и... Ну тоже нельзя молодого парня, которому еще и 18-ти по большому счету нету. А то, что касается Шестеркина, ему, наверное, громче всех аплодируют родители Трушкина. Почему? Вратаря Спартаковского, то есть Трушкова. Который освободил ему место? Да, который стал в мгновение ока, понимаете ли, просто любимцем спартаковской публики? Ну, Шестеркин провел весь сезон и уехал в сборную. Он, в общем, с командой... Он вернулся и сыграл. Сыграл, да. Поэтому нет, безусловно, конечно, есть хорошие имена. Кто знал еще 2-3 года назад про Кузнецова? А сейчас, когда он приехал во взрослую команду, все ему радуются. И все радуются голу, как молодому человеку, приехавшему в большую команду, у которого есть большое будущее. Хотя, знаете, Наташа, вот здесь вот есть один момент, который меня так немножечко коробит. Вот когда мы говорим о том, что, ой, молодой хоккеист, 21 год. Молодой совсем парень, 20 лет, вот ему что? Мы возвращаясь опять-таки, вот это вот закольцовывание производя. Те же Харламов, тот же Мальцев, тот же Якушев, тот же Третьяк. Ну, Харламов, да, он там испытательный срок проходил в Чебуркуле, потому что Тарасов вообще его не считал изначально за человека, подающего какие-то серьезные надежды. А потом это он говорил, Валерка! Это потом было все, когда его вернул Кулагин, кстати говоря, Борис Павлович Кулагин, который съездил в Чебуркуль, ему кто-то позвонил из местных, сказал, слушай, тут ваш-то чудеса творит. Да, и он его привез в Москву, вернул его в большой хоккей. Так вот, вот эти вот мальчишки, тот же Мальцев, 17-18 лет, уже было понятно, что все, это игрок сборной. И спрос с них был. Как с игроков сборной. Ну, кстати, я хочу сделать... Борис Александров, 17 лет, который просто взорвал наше сознание, скажем так. Я хочу сделать комплимент тому же Шестеркину, мы делали с ним интервью на кануне отъезда как раз его в сборную, и он сказал, только я вас умоляю, ради бога, не пишите, что я молодой, подающий надежды хоккеист. Мне уже столько лет, а я вот до сих пор еще... Вот видите. Он молодец, да, в этом отношении. Да, наверное, вы правы. Хороший парень. Ну, будем надеяться, что, собственно, таких же еще можно по всей стране. Как писал наш слушатель Иван, 150 миллионов жителей, можно же еще где-то там в Чебуркуле накопать таких талантов. Они же есть. Да, в Чебуркуле, наверное, есть. Вы знаете, в 99-м году в славном городе Хаттанга на 35-градусном морозе я видел мальчишечку лет, наверное, 16-17, который на снегу, просто вот на снегу творил чудеса с мячом. Вот он стоял, чеканил, он подбрасывал мяч с плеча на плечо, на голову, ловил его на затылок. Я вот так вот стоял завороженный и не мог понять, что происходит, где я нахожусь. Это что, кабана какая-нибудь? Но при всем при этом я понимал, что вот этот вот местный парень, он никогда не дойдет до большого футбола. Хотя, может быть, вот на этом пространстве 150-миллионном, да, если бы его где-то там зоркий глаз выцепил какого-то агента, вот, этот парень и оказался бы в спорте. Но таких талантов действительно огромное количество. Ну и грустная история. Я думаю, вы сейчас скажете, Григорий, что после этого я его увидел, и он стал Василием Березуцким, прости господи, или какими-то... За Василием Березуцким. Я просто, знаете, опять-таки, наверное, трагическая история Леши Черепанова. Да. Трагическая история, но мальчишка с пяти лет вставал на лед реки, где они с отцом расчищали, значит, от снега лед, и там тренировался. А потом на протяжении нескольких лет ездил в Барнаул в те же пять утра, вставая на электричку, туда, назад. Что далеко идти за примерами? Великолепный, выдающийся Владимир Яковлевич Лученко, который жил в Раменском. В шесть утра он уже был в электричке, там в восемь он уже был в ЦСКА, где была первая тренировка. После этого он возвращался домой в Раменское, вторая смена школа, уроки закончил, сел в электричку в Москву, в ЦСКА, возвращался, сделал уроки. И вот в такой... Люди хотели играть. Хотели. Понимаете? А когда я сегодня наблюдаю, допустим, как папа и мама там вылезают из джипарей, там из мерседесов, тащат там за сыном баул, а этот идет сзади. Все, он уже в Монреаль Канадиенс. Все, он уже через три года суперзвезда мирового хоккея. А мама с папой несут клюшки. Жизнь это быстро поправит. Да, жизнь это поправляет моментально. Как говорят тяжелоатлеты, штанга лечит. Пару раз, блин, упадет на ногу, очень хорошо лечится. Совершенно верно. Поэтому к спорту, как к всему, надо относиться философски. Философски. Но не очень хочется, мы буквально уже закругляемся полторы минуты, хочется услышать ваш прогноз на исход чемпионата. Не услышите, не услышите. Из-за суеверия? Из-за суеверия, из-за всего. Вообще, я очень плохой прогнозист. Я единственный раз в жизни угадал, что наши выиграют у сборной Франции, когда на стадо-де-Франс выиграли 3-2. И то не счет я угадал, я сказал, наши выиграют, и все. Давайте тогда не пойдем с вами после эфира в букмекерскую контору. Нет, а я и так туда не хожу никогда. Дабы потом не потерять деньги. Ну, хорошего хоккея в исполнении сборной России нам удастся увидеть? Надеемся. Кусочек. Надеемся, надеемся, очень надеемся. Все там кулаки сжимаем, я не знаю, там пальцы скрещиваем, пятачки кладем под пятку, все что угодно. И пишем имя на клюшке, ради кого будет эта победа, возвращаясь к этому фильму, про который мы говорили. Согласен. Ну, будем болеть завтра за наших, у нас завтра поединок с американцами. А вот, кстати, еще один вопрос. Вторая полуфинальная пара, тоже не скажите, кто сможет? Тоже нет. Плечами. Лед скользкий. Что там? Шайба, круглый, лед скользкий. Шайба, круглый, лед скользкий. Судьи не зоркие бывают периодически. Абсолютно. Побед нам приписывают вместо 2-2-4-1. Да, да, да. Но, тем не менее, спасибо вам. Я очень извиняюсь перед теми слушателями, которые решили, что мы отняли славу российского и советского хоккея. Не, ни в коем случае. Мы ее возвращаем. Наши парни молодцы, мы искренне за них болеем и переживаем. И, естественно... Мы боимся сглазить просто. Боимся сглазить. Да, это Григорий Твалтвадзе. Болеем за наших и будем здоровы. До встречи через неделю.